Приветствую вас, Аноним. Начнем с того, что никакого недуга у вас нет. Вот с точки зрения психологии вы не описываете ничего такого, что можно было бы назвать недугом. Вы описываете неуверенность в себе, вы описываете страхи, вы описываете в какой-то степени зависимость от меня и от других людей. Вы описываете, наверное, достаточно низкий уровень нацеленности на деятельность, которой вы занимаетесь. То есть я имею в виду достаточно низкий уровень вовлеченности именно в процесс, как мне. Опять же, кажется, как мне. Опять же, видится. Потому что в противном случае вас не интересовало бы то, что о вас трудумит или о вас трудговорит. Вот. То есть по факту есть вещи, которые вы в себе отрицаете. Есть слабости, которые вы в себе отрицаете. Есть негативные ситуации, которые вы в себе отрицаете. Они как отрицаете. Они касаются вас, эти истории. Эти истории касаются вас. То есть это вот истории, которые имеют к вам, ну, вообще говоря, прямое отношение. Вот. Но вы, вы, это, предпочитаете, этого не видят. Вы предпочитаете, как-то вот, ну, на этом, на это не обращают внимания. Вы предпочитаете, ну, как-то вот, делать вид, что этого нет. Хотя, на самом деле, это, конечно же, и есть. Вот. Из-за этого вам крайне неприятно, когда про вас вот что-то говорят. Именно поэтому вас задевают. Потому что вы предпочитаете делать вид, что этого нет. Вы убежите, убежите сами от себя. Ну, а среди людей, да, человек пробежит сами от себя, а среди людей такой-такой человек надеется, рассчитывает, хочет добиться какой-то реакции от других людей. То есть, человек надеется, ну, получить от других людей такую обратную связь, которая ему нужна, а вот и вам для определённой обратной связи. И именно в зависимости от этой обратной связи, именно в зависимости от того, как воспринимают вас на люди, в зависимости от того, как вы воспринимаете негативно, второе их отношение к самому себе. Понятно, что здесь в какой-то степени есть сложности с личными границами, с умением, например, с умением давать отпор. То есть, ну, у вас этого сделать не получается по временам. То есть, вы слишком, допустим, слишком серьезно воспринимаете себя, слишком серьезно к себе относитесь, это тоже, мягко говоря, подкашивает. Ну, справедливо стараться, надо сказать, что вас прикосило бы любого человека. Поэтому, первое, это направление принятия себя, второе, это, скажем так, актуализация и обновление того процесса, которым вы занимаетесь. Вот, я имею в виду актуализация и обновление вашей профессиональной направленности. И это, ну, немножечко, немножечко смена, так сказать, и восприятия социума, да, и... Ну, и себя. Себя в этом, кстати. Потому что... На данный момент, да, что-то вот такое, знаете, связанное с... Ну, я бы сказал, наверное, связанное с подрывностью... Вам, что-то доказать. Вот. Ну, на самом деле, доказать у вас ничего не получится никому. Да, люди вызывают вас и смеются над вами, и ведут себя каким-то образом, только потому что... А, ну, получают, вот, какую-то такую... Обратную... Связь. Ты сделался в этом. Сделай именно в обратной связи. Ну, со стороны людей. Вот. И вы, вы всё это можете... Изменить, если... В какой-то степени... В какой-то степени... Озаботитесь... Своим... личностным родом, в том числе. Вот, и если не будет вас волновать какие-то вот вещи, кто как на вас посмотрел, кто как вам отнесся там, да, и так далее. Вот. Понятно, понятно, что это не такой уж прям вот, ну, быстрый процесс. То есть понятно, понятно, что, наверное, вам будет тяжело отказаться от своих привычных идей, отказаться от своих привычных позиций. Вот. Ну, тем не менее. Сделать это необходимо, если вы хотите дальше двигаться, если вы хотите, ну, вот, двигаться по жизни своей вперед, если вы хотите двигаться, да, ну, в направлениях каких-то своих. Вот это то, что, в принципе, и в целом я вам, я могу, могу вам сказать, просто могу вам ответить на данный момент, по крайней мере, вот именно на данный, на данный момент. Больше, наверное, пока ничего. Больше, наверное, пока ничего. Потому что достаточно мало о вас информации. Ну, то есть, нам бы ещё информации о вас, вот нам бы ещё порасспрашивать о вас, поработать с вами, поисследовать то, что волнует вас, и поработать с вами, поисследовать то, что волнует вас, и беспокоит вас, и тогда нужно было бы уже о чем-то говорить. Вот. Но, никакого недуга у вас нет. Что-то, чтобы, чтобы вы знали, то, что вы описываете, это не недуг, это, ну, это, такое состояние, да, такое состояние, да, оно неприятно, безусловно. То есть, да, безусловно, 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 это неприятное состояние, безусловно. Безусловно, это не то состояние, в котором вам хорошо. Вот. Но это не недуг, это не заболевание у вас, не болезнь, не болезнь. А проблемы, которые у вас есть, ну проблему можно решить. Можно решить. Можно решить и можно и даже нужно решать их. Вот главное, что у вас было желание это делать, на самом деле. Вот. На этом всё. Я надеюсь, что это было вам полезно. Надеюсь, что вам это было интересно. Надеюсь, это даст определённую пищу для размышлений. Вот. Вам. Что вы можете сделать, значит, вот прямо сейчас для себя? Что вы можете сделать? Ну, я бы сказал, что прямо сейчас для себя вы можете сделать, наверное, следующее. Вы можете просто посмотреть, зачем вы пришли на работу. да? Вот. Что-то вот конкретно для чего вы пришли на работу. Сейчас. Вообще с какой целью вы пришли на работу? Чтобы что? Работать, учиться. там, одно дело. Там, ну не знаю, там, к примеру, завоёвывать, допустим, с симпатией людей, это другой вопрос. Но на работу за этими вещами, да, не приходят. На работе люди всё-таки работают. На работе люди всё-таки работают. А то они приходят. Приходят за одобрением и прочим. Примерный вопрос больше к вам. На этом всё. Я надеюсь, что помог вам. Я вам желаю всего самого доброго. Я желаю вам удачи. Я надеюсь, что ситуация разрешится.